Рихард Зорге. Биография Рихард Зорге, герой Советского Союза, разведчик. Его знали как человека образованного, уравновешенного, способного на любые переговоры. О подвиге Зорге снимают фильмы, пишут книги. В знак уважения и вечной памяти его именем называют улицы и воздвигают памятники. Детство и юность. Рихард Зорге родился 4 октября 1896 года в поселке Сабунчебакинской губернии в немецкой семье Густава Вильгельма Рихарда Зорге. Отец работал на фирме Нобеля, где специализировался на нефтедобыче. Мать Нина Степановна Кобелева, с русскими корнями, выросла в семье железнодорожного рабочего. Зорге писал в своей биографии, что его семья, в особенности Полине отца, интеллигентная, с устоявшими с революционными взглядами. Это связано с революцией 1848 года, в которой принимали участие деды, как родной, так и двоюродный. Из заметок Рихарда известно, что детство прошло в Германии, спокойно, в довольно обеспеченной многодетной семье. Зорге учился в Риалчуле в Германии, но среднее образование не получил. В 1914 году добровольцем ушел на фронт Первой мировой войны в составе немецкой армии. Он принимал участие в боях, не раз получал ранения. В 1917 году Рихарда Зорге ранила снарядом. Он перенес операцию в Кенигсберге, в результате которой остался инвалидом. Одна нога длиннее, другая, короче. По этой причине был уволен. Во время пребывания в лазарете Зорге полностью изменил свои взгляды на коммунистические. В том же 1917 году Зорге смог забрать аттестат о среднем образовании, а поздний диплом об окончании университета им. Фридриха Вильгельма в 1918 году. Затем поступил в университет в городе Киле. Учился на факультете общественных наук. А в Гамбурге выпустился с ученой степенью доктора государства и права. Позже получил степень в области экономики. Военная служба в 1918 году в городе Киле началось матросское восстание, в котором Рихард Зорге принимал непосредственное участие. Занимался вооружением населения. Когда в Берлине началась революция, стал активным участником волнений. За это власти выслали Зорге из города. В Гамбурге Рихард Зорге пропагандистскую работу совмещал с журналистской. С 1920 года стал редактором партийной газеты в Золенгене. Помимо этого, занимал должность научного сотрудника Института социальных исследований во Франкфурте. В 1924 году исполнительный комитет коммунистического интернационала пригласил Зорге в Москву, где он стал работать в информационном отделе, а также был сотрудником Центрального партийного научно-исследовательского института. В то же время Зорге преуспевал как журналист, разбирал проблемные стороны революционного движения в Америке и Германии. Эти статьи появились на страницах мирового хозяйства и мировой политики, большевика, коммунистического интернационала. В 1929 году Рихард Зорге сотрудничал с разведывательным управлением рабочей крестьянской Красной армии, где его начальниками являлись Екабар Зиньша и С. П. Урицкий. В 1930 году разведчик прибыл в Шанхай под псевдонимом Рамза и завел несколько полезных знакомств. Одно из них – с Хацуми Адзаки, который работал журналистом в Японии и придерживался коммунистических взглядов. Японец стал одним из важных информаторов Зорге. До 1933 года Рихарду удалось получить важную информацию о немецких военных советниках и сделать обоснованное предположение о том, что в скором времени США укрепит свои позиции в международных делах. В Японию Рихард Зорге прибыл в сентябре 1933 года как сотрудник крупных печатных немецких СМИ, Франкфурте Цайтонг, Тегли Херунчау, Дойче Фольксвирт. Сумел устроиться в Японское посольство иностранных дел. В 1938 году воле случая Рихарду Зорге удалось выжить в аварии. Эта ситуация поставила под угрозу резидентуру, однако разведчик успел передать все необходимое Максу Клаузену, который был радистом-шифровальщиком в разведывательной группе. При Рихарде были секретные бумаги и доллары. Разведчик находился в сознании до того момента, как прибыл Клаузен. К тому же радист вынес из дома Зорге все бумаги с явным компроматом. Вплоть до 1941 года разведывательная группа продолжала деятельность в Японии. Ее планировали отозвать за недостаточное количество верной и полезной информации, однако этого не случилось. Ближе к 1940 году Зорге сам сообщил, что готов вернуться из Японии, но решено было компенсировать ему длительное пребывание там, так как заменить Рихарда было неким. В 1941 году до Зорге дошла информация о возможном нападении Германии на Россию. Войну разведгруппа предвидела без определения точной даты. Также ему удалось узнать, что до 1942 года правительство Японии о войне не ведет и речи. Узнав об этом, российская армия распределила войска таким образом, чтобы укрепить защиту Москвы. Столицу удалось отстоять. Личной жизнью Рихарда Зорге было две жены, детей за жизнь разведчик так и не нажил. Первую звали Кристина Герлах, с ней Зорге развелся в 1926 году, когда она уехала в Германию. Со второй женой Максимовой Екатериной Зорге узаконила отношения в 1933 году. В 1942 году женщину арестовали за связь с врагами. В итоге Екатерина отбывала срок в Красноярском крае, там и скончалась. В неофициальном браке Рихард проживал с Ханакой и Иссией. Известно, что после казни японка до конца своей жизни навещала могилу Зорге, а также числилась в Министерстве обороны вдовой погибшего офицера. Смерть с октября 1941 года члены резидентуры были разоблачены, начались массовые аресты. 18 числа в заключение попал Рихард Зорге. Японская полиция устроила обыск домов участников разведгруппы и нашла компрометирующие документы, расшифровать которые удалось после допроса Клоузена. Уже на основе расшифрованных посланий Зорге предъявили обвинение. По одной из версий, Рихард Зорге не признавал вину, говоря о сотрудничестве с немецким Каминтерном, но не с Советским Союзом. Гитлер предлагал вернуть предателя в Германию, а Япония условилась вернуть Зорге на родину за нескольких политических заключенных. Однако этого не случилось, Сталин не согласился на условия Японии, так как не посчитал трагедии для страны потерю разведчика. Есть предположение, что это связано с признанием Зорге на одном из судов о сотрудничестве с СССР. Сталин этого простить не смог. В 1943 году официально было решено казнить Рихарда Зорге. Через год в Токио в тюрьме Сугамо 7 ноября приговор привели в действие. Интересно, что долгое время правительство страны отрицало заслуги Зорге. В 1964 году ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно благодаря Хрущеву. Сегодня в честь подвига знаменитого разведчика названы улицы в нескольких городах России, посвящены памятные фильмы. Роль Зорги в последней картине принадлежит Александру Домогарову. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.